Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Штур Белого дома 2013 года. Сотрудник госбезопасности приходит вместе с дочерью в Белый дом на собеседование на должность структуру охраны президента. И именно в этот день Белый дом атакует некие неопознанные вооруженные силы. Офицер проявляет чудеса находчивости и отваги, пытаясь спасти жизнь своего ребенку, себе и президенту США. Точка обстрела 2008 года. Во время публичного выступления на антитеррористическом форуме в Саламанке, Испания, от рук экстремистов погибает президент США. Так, по крайней мере, событие выглядит на первый взгляд. Вслед за этим мощный взрыв убивает сотни людей, случившиеся показанных с разных точек зрения. Сотрудников спецслужб, случайных прохожих, террористов-фанатика. Только проследив за происходящим, через призму восприятия каждого из этих людей, можно приблизиться к пониманию истинной сути событий, связанных с покушением. Операция «Шаровая молния». В 1976 году самолет, следовавший из Толивива в Париж, был захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в аэропорту НТБ в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7 дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный и крайне смелый план спасения. Воздушный маршал Межконтинентальный авиарейс Билл Маркс, воздушный маршал, который обеспечивает безопасность пассажиров, получает сообщение с угрозами от маньяка-террориста. Преступник просчитал все ходы и подставил под обвинение самого спецагента. Теперь, Макс, цель спецслужб США, ему остается одно – вычислите обезвредить преступника, спасти пассажиров и свою любовь, которую он обретает на краю гибели. До взрыва остаются считанные минуты. Гнев 2004 года Состоятельные жители Мехико в панике. Всего же за 6 дней в городе пропали 24 человека. Бывшего агента ЦРУ Джона Критти нанимают телохранителем 9-летней дочери промышленника Сэмуэля Рамоса Питты Рамос. Поначалу кризис с трудом терпит соседство, не по годам развитой девочки, но со временем они становятся друзьями. Кризи вновь почувствовал вкус жизни, но все рушится, когда Питу похищают. Кризи клянется убить любого, кто втянут в похищение Питы. Теперь его никто не остановит. После ареста известного бандита Бена Уэйда, его банда продолжает угрожать местным жителям. Ветеран гражданской войны и владелец небольшого ранча Дэн Эванс соглашается тайно доставить Уэйда в ближайший город, железнодорожной станции, чтобы того доставили на поезде в Форт Юма. Как только они останавливаются в гостинице, становится очевидным, что тайна раскрыта, и за обоими начинается охота. Перевозчик 2 Пристрели их Изгой, живущий в воспоминании о собственном трагическом прошлом, спасает от верной смерти грудного младенца, оказавшись впутанным в правительственный заговор. Вместе с проституткой, ублажающей фантазии клиентам о грудном вскармливании и берущей на себя заботу о малыше, герой отсчитывает последние деньки двух коррумпированных чиновников. Цель номер 1 История одной из операций спецслужб США по поимке Усамы Бен Ладена Джанго Освобожденный 2012 года Эксцентричный охотник за головами, также известный как Донтист, промышляет отстрелом самых опасных преступников. Работенка пыльная, и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти такого, и желательно не очень дорого? Беглый раб по имени Джанго – прекрасная кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы, кое с чем надо разобраться. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!